Всем привет! В этот раз я вам покажу смартфон под названием Arcos 55 Cobalt Plus. Это у нас 16 гигабайт встроенный память, 5,5 дюймовый дисплей, 4G, 2,5 стекла, сверху 13 мегапиксельная камера и Android 5.1 на борту. В общем, достаточно любопытная моделька, просто в силу того, что все вот это многообразие и богатство официально продается в России, и параллельно с этим стоит меньше 10 тысяч рублей. Что, конечно, меня, знаете ли, так воодушевило, я думаю, какого черта не посмотреть-то на данный смартфон, потому что не есть на что смотреть. Плюс у нас здесь всякие Wi-Fi, Bluetooth и GPS, правда, не такой емкий аккумулятор, но на день, самое интересное, его тоже хватает. Это я к тому, что вы сейчас видите сзади, 2 гига оперативки. Я вот, собственно, хочу еще что вам показать. На самом деле комплектация, потому что коробка прикольная, достаточно красочная, красивая, и в этом смысле Arcos большие молодцы, потому что не стали на этом экономить. Я считаю, что это очень важный и очень правильный момент, и подход правильный. Здесь у нас вот такая вот зарядочка небольшая на microUSB, здесь сам, собственно, microUSB кабель, но это ничего интересного. У нас есть гарнитурка, несмотря на, ну, достаточно, собственно, лояльный ценник, затычки здесь в наличии. Кстати, весьма неплохие, опять-таки, на удивление. А что у нас находится во втором отсеке? Здесь у нас находится не что иное, как несколько книжечек, собственно, инструкция и гарантика в самом, так сказать, низу. Параллельно с этим у нас есть пленка на экран. Я не буду ее доставать. Вот она, вы ее прекрасно видите. В принципе, ее можно наклеить. Вот, к сожалению, чехолчик не положили, но, опять-таки, я повторюсь, что ценник у нас менее 10 тысяч рублей, что интересно. Я ценник называю по интернет-магазинам города Москвы на, получается, у нас апрель 2017 года. В общем, вот как-то так. Я, ну, обычно тяжело беру такие смартфоны на обзор, потому что, ну, как вы сами понимаете, сказать о нем хорошо, не получится, скажешь плохо, народ будет обижаться. Поэтому я стараюсь как-то нейтралить в этом смысле. И если уж беру такие вещи, то по соотношению цена-качество. То есть, чтобы смартфон получился более-менее интересным. Не всегда так выходит, и не все они в обзоры, собственно, добираются до паблика. В итоге некоторые смартфоны приходится возвращать, потому что, ну, совсем непотребное нечто. Я такому лучше даже не рассказывать, а то вдруг кто-то из вас возьмет и купит. Поэтому лучше избегать. Что касается самого смартфона, то вот тут редкий случай, когда, в принципе, за не очень дорого мы получаем, наверное, максимум из возможного. Почему? Потому что здесь у нас есть, наверное, полный набор того, что мне хотелось бы видеть в гаджете за эти бабки. Ну, первый – это дизайн. Достаточно, согласитесь, красивый такой, ну, может быть, не броский, но прикольный. Да, понятно, что это пластик. То есть, тут вообще без вопросов. Никаких критерий, претензий у меня, собственно, к ним нет. Ну, каркас. Здесь камера на 13 ММ, очень красиво обрамленная. Опять-таки, вкрашенный пластик. Ну, бы и бог с ним. Двухтоновая светодиодная вспышка, что тоже весьма себе радует. Ну, и, конечно же, эта крышка легко снимается. Собственно, просто подели, сняли. Там два слота под сим-карты. Это у нас и микро, и нано. На удивление тоже, что, да, как бы совместили. И, собственно, слот для карпан типа microSD на месте, аналогично. А здесь 16 ГБ стройной памяти, как я вам уже сказал в самом начале, что достаточно для большинства современных задач. Сверху у нас, собственно, 3,5 мм. Почему, кстати, 16 ГБ, говорю, достаточно? На самом деле, конечно, нет. Но, опять, ценник-то у нас какой? Небольшой. 8 было бы мало, 16, в принципе, уже ничего. Так было бы 32, я бы сказал, что, Рокс, я вас люблю, вы бы хорошие, вы молодцы. Но, к сожалению, только 16. Что касается, здесь у нас динамика и микрофон. И, в общем-то, оба они нормальные. Вот просто нормальные. Он не сверхгромкий, я имею в виду, динамик. Не какой-то там запредельный, но вполне себе. А вот собеседник вас слышит прекрасный. Микрофон в этом смысле отрабатывается на ура. Кнопочки. Вот, вроде бы, да, пластиковый корпус. Должны, собственно, кнопочки дребезжать по-лютому там что-то. Но они сидят как влитые, монолитненько. Качелька громкости и кнопка включения-выключения разблокировки. С левого торца у нас ничего нет. С фронтальной части. Здесь это у нас явно не стекло. Это, скорее всего, какой-то пластик. Хотя там написано, что это 2,5D стекло именно. Но, господи, он настолько не олеофорбный, вот, насколько только возможно. И самое главное, что царапки он собирает моментально. То есть здесь сразу клеить пленку. Даже мой, собственно, тестовый сэмпл. Он царапки собрал, и здесь ничего не скажешь. Опять, да, это ценник. И, несмотря на то, что это гладкое, приятное крайнее стекло в плане эксплуатации, с отпечатками придется бороться, ну, вот, собственно, тряпочкой там и пленочкой. А пленочка, кстати, с олеофором покрытием. На удивление. Это очень странный подход. Но тут факт остается фактом. Фронтальная камера. 2 Мб. Звезд с ним не хватает. Для селфи пойдет, для видеозвонков пойдет. Но ни больше, ни меньше. Датчик приближения освещения. Ну и, конечно же, разговорный динамик. Вот к нему, кстати, тоже претензий нет. Очень даже все хорошо. Смартфон крайне легкий. Это всего 130 грамм. И, собственно, у нас здесь 83 миллиметра в толщину. Но за счет покатой спинки этого не ощущаешь. И он чертовски приятно лежит в руке. Вот он прям идеально собранный. Вот прям такой вот берешь в руки. Никакой пустот не чувствуется. Ничего прям такого прям огонь-огонь. Не знаю, но мне очень нравится, как он лежит в руке. И он не скользкий. Вот прям, наверное, то, что доктор прописал. Ну, удивление, опять-таки, да? То есть, как бы, ожидаешь, что увидеть хуже, а в итоге видишь намного лучше. По поводу углов обзора. Ну, в принципе, они здесь не самые, опять-таки, идеальные. Но очень даже неплохо. То есть, как бы, если будете смотреть на него вот так, то, в принципе, у вас все будет ток. Но тут, я думаю, вам уже все видно. И особо комментарии здесь мои излишни. 5,5 дюймов у нас, собственно, IPS-очка. 1280 на 720, то бишь HD. Что тоже весьма неплохо. А здесь присутствует небольшая окантовочка черная вокруг дисплея, но она в глаза не бросается. И, в принципе, то, что сделали рамку здесь вот серенькой, это правильно. И за это большой респект компании Arcos. Они смогли, и это немаловажно. Кнопки у нас внизу не сенсорные. Они наэкранненькие. Вибрации очень приятные. Он такой, знаете, ну, слегка, хотел сказать, попёрдывает. Нет, это немножко неправильно. Он именно что вибрирует. То есть ты чувствуешь, что вот здесь вот прям стоит вибромоторчик. И он такой достаточно дорогой. Это меня, на самом деле, безумно радует. Что касается у нас, собственно, версии операционной системы. Давайте полистаем. Я вот ещё что хочу сказать. Многие в погоне за последнюю версию Android'а ставят сюда шестой, седьмой даже накатывают. Вот у нас не так давно Дуги был. Он там аж под седьмым Android'ом. А что толку-то? Вот он 5.1, которого вполне хватит для того, чтобы вы получили максимум из возможного, но при этом у вас, собственно, ничего не тормозит. Бегает всё идеально. И, знаете, я лучше буду пользоваться идеально работающим смартфоном, чем захочу себе операционную систему циферкой выше, нежели доступной сейчас. Да, там шестой или седьмой. Допустим, она лучше работает быстро. И он работает реально очень быстро. Вы можете посмотреть. Здесь любые приложения мы можем позапускать. Какие-то подтормаживания, может быть, и есть. Ну, я имею в виду, что не так быстро крутится приложение с МСС, потому что интерфейс внутри них не тормозит. Но вы получаете, в принципе, очень быстро работающую лошадку, которая без проблем сможет, давайте, так, 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 так. Видите, прогрузить все моменты. При этом, если мы вернёмся в приложение, вот оно как было здесь в нынешнем состоянии, так оно и осталось. Здесь никаких подзагрузок мы не увидим. И в этом смысле 2 гигабайта оперативной памяти, хоть их и немного, в общем-то, отрабатывается по полной программе, и у меня к ним претензий никаких нет. Поэтому баланс железки и операционной системы арка смогли соблюсти на вот прям запредельно крутом уровне. Ну, и цвет передачи, на самом деле, очень приятная. Здесь очень контрастный дисплей, и в этом смысле, конечно, мне нравится. То есть, по сути, могло быть хуже, а в итоге много лучше, чем я мог себе предположить. Что касается тестов, то, вот, собственно, в Antutu набирается у нас почти 20 тысяч баллов. Да, немного, абсолютно, и здесь особо гордиться-то нечем, потому что здесь 6735P на 1 ГГц, 4-ядерный, и Mali-T720 в качестве графики. Ну, про 2 гигабайта оперативки я сказал, 16 гигабайт встроенный. Кстати, флешки поддерживаются до 64 гигабайт, это я не отметил, но факт остается фактом. На удивление, что вот эта железка с аккумулятором, при этом работая в связке здесь, аккумулятор 2700 ммч, позволяет нам получить очень хорошее время автономной работы. То есть, мы получаем реально высокие показатели, чистый день, прям без всякого, то есть, в конце рабочего дня, полноценно уже все рабочего, будете ложить спать, у вас останется там процентов 20. И это очень круто. Ну, то есть, при 5,5 дюймах соотношение, вот баланс именно технологий, он здесь правильный. Поэтому могу сказать, что большие молодцы. А что касается игрушек и всего остального, ну, давайте будем смотреть по порядку. Я предлагаю начать с World of Tanks, и потом пойдем по накатанной. Пока у нас это все грузится, по поводу примера фото-видеосъемки, как обычно, по ссылке в описании будут доступны оригиналы, ну, а в конце вы найдете, опять-таки, уже заложенные внутри видео, примеры фото и видео. Выбирайте, как вам удобнее, как хотите, так, собственно, и смотрите. Либо в оригинале, либо в таком ключе. Все у нас на максималочках, чтобы всегда все было у нас, собственно, объективно, поэтому будем сейчас смотреть. Я даже прибавлю. Сейчас вот так вот вам зумчик сделаю, чтобы было немножко приятнее на все это дело наблюдать. И поправим яркость. Так, все у нас загрузилось. Вот сейчас бежит 8 FPS-ов, и я даже там боюсь представить, что будет на выходе. Ох, ты ж, ежики, 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 ежики. Ну, 13 FPS-ов. Так. Немножко отпустил до 26. Шмальнем. Так, и поедем дальше. 21 FPS. Ну, знаете, если на минимально средний баланс какой-нибудь такой сделать, то, в принципе, можно будет играть при корректных 40 кадрах без особых проблем. Я подозреваю, что с большинством игр будет все то же самое. Здесь даже особо их смотреть не имеет смысла. Танки наглядно демонстрируют вообще все, что только можно. Так что... Ну, я гитаршечку пробовал, она тоже бежит примерно вот в таком же ключе на максималках. Снижаешь до средних, и, в принципе, играть уже более чем удобно. Ну, асфальт, понятно, работает без нареканий. Еще знаете что? Я вот вам покажу сейчас дисплей в упор. Видите, никаких рыхлостей нету, ничего нету. И в этом смысле, конечно... Ну, молодцы, Arcos. Не поскупились, поставили нормальный такой интересный экранчик. На солнечке, кстати говоря, он фактически не слепнет, поэтому, опять-таки, запаса яркости хватает. Ну, ура. Что получаем на выходе? На выходе получаем, что, в принципе, это не игровой смартфон. Да, ну, это понятно. Но главное, что он работает безукоризненно, он быстро подключается. У него есть поддержка 4GCT и CAT 4. Здесь есть поддержка, понятно, Wi-Fi, там, Bluetooth, GPS, все это хорошо. На месте достаточный залог производительности. Не самый, наверное, свежий Android, но это и хорошо, потому что бегает из-за этого быстрее только. И, наверное, самый главный плюс – это безумно крутая сборка, реально хорошее время автономной работы. И то, что, в принципе, он выглядит действительно очень премиально. То есть я был удивлен, что за эти деньги можно получить действительно красивый смартфон, которым не стыдно будет пользоваться и с которым будет не стыдно походить везде, на самом деле. И в офис поездить, поработать, и так, и вообще по полной программе можно насладиться. Хороший смартфон. Он за свои деньги очень хороший, я бы даже так сказал. Плюс здесь весьма и весьма однобратная камера на 13 Мбикселей. Не сумер, конечно, но вполне себе. Так что Arcos'ом однозначно зачет. Большие молодцы. Сделали гаджет, который, наверное, сейчас тоже меня по-хорошему удивил. Я ожидал намного худшего, а в итоге оказалось, что вот эти отзывы по соотношению цена-качество, один из лучших смартфонов, на том же Яндекс.Маркете, много положительных моментов. Я понял, что да, наверное, так оно и есть. Пример фото-видеосъемки, как я уже сказал, будут в конце, а также по ссылке в описании. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал. Шарим данное видео у себя в социальных сетях и пишем в комментариях, как вам данный смартфончик. Чем больше активности, шарингов, лайков, комментариев я вижу, тем больше у меня желания искать интересные гаджеты и показывать их вам. Возможно, в таком ужатом ключе относительно, но на таком смартфоне сложно что-то сказать, потому что здесь не так много фишечек и плюшечек, как у плагманских моделей. Но поверьте, этот смартфон стоит своих денег. То есть, если вы купите его там за 8-9 тысяч рублей, как его просят, собственно, сейчас за него, то вы останетесь безумно довольны. Вы знаете, я такое редко говорю, и в случае с вот этим смартфоном вы действительно будете безумно довольны. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok